Тёмный колокол звонит в бездне, его эхо разносится по холодным и суровым мирам, оплакивая судьбу человечества. Ужас вырвался на волю, и в каждой тени таятся гибельные создания ночи. Здесь нет ничего, кроме зла. Инопланетные чудовища дрейфуют в кораблях, похожих на гробницы, выжидающие, терпеливые, хищные. Пагубное колдовство творится в окутанных мраком лесах, призраки овладевают умами, охваченными страхом. От глубин пустоты космоса до пропитанной кровью земли в бесконечной ночи рыщут дьявольские ужасы, готовые пожрать грешные души. Оставьте надежду, не полагайтесь на веру. Жертвы горят на кострах безумия, гниющие трупы ворочаются в оскверненных могилах. Демонические отродья с целым оскалом глядят в глаза проклятых и безучастно взирают гибельные боги. Это время расплаты, время, когда каждая смертная душа оставлена на милость тварей, таящихся во тьме. Это вечная ночь царства чудовищ и демонов. Это Вархаммер Хоррор. Ничто не избегнет проклятие. И колокол все звонит. По кровавой полосе на стене Маргравия поняла, что мужчине осталось жить недолго. Его рот подрагивал, будто у бормочущего проповедь священника. Однако наружу не вылетало ничего вразумительного. Всего лишь последние вздохи. Ранее он утверждал, что его зовут Ашанти и что он знаком с Маргравией. Однако для нее его лицо выглядело словно незнакомая страна. Она оглянулась на выход в туннель, куда, по словам Ашанти, они пробились, чтобы добраться до нее. И увидела, что на нее глядит зияющий темный зрачок. В этой темноте слышалось эхо криков. Что-то острое скребло по камню, а в вязком воздухе подземелья висел дурманящий запах бойни. «Мы не можем тут оставаться», — произнесла она. Это она знала даже несмотря на фрагментарность воспоминаний. Она предполагала, что ее спасли. Все определенно так выглядело. Когда она очнулась, ее руки и ноги были связаны, а Ашанти лихорадочно пилил путы своим боевым ножом. Силы возвращались медленно, а чувства и того медленнее. Они одолели половину пути обратно по туннелю, когда Маргравия осознала, что отключалась, но не смогла вспомнить с какого момента. Она пыталась получить ответы, но не успела узнать их. Лишь имя — Ашанти, а затем из темноты на нее бросилась тварь. Он открыл огонь из пистолета от гладких стен туннеля. Громко отразилась эхо четырех мощных хлопков. Тварь отпрянула. Казалось, она смертельно ржанена. Но все произошло слишком быстро, и мрак не позволял что-либо сказать о том, что она из себя представляла. Чуть позже Маргравия увидела, что та полоснула человека, вскрыв его, будто лопнувшую по крышку. Вот и все. «Мы не можем тут оставаться», — повторила она более настойчиво, когда Ашанти не ответил. Тогда он кивнул медленно и тяжело опустил голову, словно та была клонящейся к земле стрелой буровой вышки. Маргравия уже начала гадать, поднимет ли он ее снова. И в этот момент он так сделал, схватив ее руку, которая и так уже лежала поверх его собственной. Его губы, слипшиеся от той же кровавой массы, что покрывала стену, шевельнулись. Но раздалось лишь бульканье агонии. У него на коленях лежал клубок красных петель, поблескивающих в прерывистом свете лампы люмена над головой. Пустые глаза, мрачно и безнадежно, глядели на частично выпущенные внутренности. Виск из туннеля раздался громче, прерваясь хриплым степением, напоминающим шум пробитых мехов. Когда она снова посмотрела вниз, Ашанти уже прижимал свою и ее руки к груди Маргравии. Его глаза были широко раскрыты, выражая все, что не давалось голосу. Еще один кивок на сей раз в знак отказа. Он расстегнул застежку поясной кабуры и потащил наружу кроткий, крупнокалиберный пистолет, засевший в темной коже. Это потребовало усилия, и к тому моменту, как он сунул оружие в протянутую руку Маргравии, его лицо побледнело до алебастрового оттенка. Он оттопырил два пальца на правой руке. Количество пуль, оставшихся в пистолете, одна для него, одна для меня. Только тогда, оказавшись перед лицом собственной, неизбежной смерти, Маргравия осознала, как быстро бьется ее сердце. Оно гремело, словно голос божества. Она крепкой хваткой взяла пистолет. Скрежет и хрипы приблизились к зеву туннеля, и в мутной черноте снаружи начали проступать силуэты. Прицелившись в окровавленное лицо Ашанти, она увидела в его закрывающихся глазах облегчение. Сдерживаемый в легких воздух стал просачиваться наружу, как будто медленно сдувался воздушный шар. Действуя неосмысленно, а рефлекторно, Маргравия подняла прицел выше и выстрелила в обход в туннель. Пистолет грохнул так громко, что на несколько секунд заглушил стук ее сердца. Она попала во что-то, во мраке, в неуклюжую, массивную, горячую, дышащую тварь, которую сопровождала вонь меди и холодного мертвого мяса. Толпала назад. Или ей так показалось? Настолько плохо все было со светом. Тени разорвал очередной пронзительный вопль боли смерти. Она надеялась, что это смерть. Ашанти открыл глаза. Он ожидал, что пистолетный выстрел возвестит о его кончине. И теперь, когда этого не произошло, явно пытался понять причину. У Маргравии имелся для него лишь один ответ. И это был скверный ответ, за который она себя ненавидела. «Мне жаль», — выговорила она, до последней крупицы, принимая на себя страх и золото в желтушных глазах Ашанти. Побежала. Скребущие звуки последовали за ней, став более частыми и иступленными. Они прервались ровно настолько, чтобы Ашанти закричал. Маргравия старалась не представлять себе последующее раздирание сырого мяса. Она наполовину бежала, наполовину ковыляла по сточной трубе. Та соединялась с туннелем подземной канализации, обслуживаемой фактором и жилые блоки Улья. Она бежала, а под ногами хлюпала жижа из дерьма и промышленных отходов. От этого ее тошнило, но она не могла остановиться. Чем бы они ни были, они приближались. Колышащиеся, огромные тени торопились за ней по татам. Повторяющийся скрежет напоминал непрекращающийся крик. Маргравия не бросала пистолет. Оставался один заряд. Она знала, что не потратит его на себя. Этого ей не позволял инстинкт самосохранения. Или, может, просто отвратительная трусость. Она сжимала практически бесполезный кусок металла, держа его в руке. Как измученный с жаждой человек держит чашку с водой посреди бескрайней пустыни. А затем она почувствовала, как под ней что-то подается под тихий хруст проржавевших сточных труб и рвущегося металла. Ощущение было такое, словно она в темноте вышла на лестницу, о существовании которой не знала. Ее охватила мимолетная, но сводящая желудок к головокружению. И она свалилась, криком падая во мраке, пока не врезалась в грязную воду. Холод пронзил ее, вышивая воздух из легких, вгоняя иголки в нервные окончания. Она запаниковала. Нет, не так, не так. Однако судьбе нет особого дела до чьих-то желаний. И, увлекаемая бурным потоком, Маргравия ушла под воду. Та заполнила рот, нос, лишила ее зрения. И слуха, тонущее тело, будто тисками сдавил предсмертный палящий жар. А затем покоит. Маргравия проснулась, ощущая во рту вкус сточных нечистот. Она знала, что это иллюзия, странная сенсорная память. И, ох, какой же забавный способ разума вспомнить перенесенную травму. Люмес. Громко загудели активирующиеся натриевые генераторы. Вспыхнули свечи. Свет озарил маленькую живую ячейку. Повсюду было голое железо. В одном углу стоял стул, на котором Маргравия повесила одежду. И прочие скудные пожитки. В другом размещалась глубокая металлическая койка. В качестве постели сложил грубый матрас. Скривившись от горячечного пота, пропитавшего тонкие простыни с одеялами, и ежес от холода, который пощипывал кожу, словно навязчивый призрак, Маргравия заставила свое усталое тело принять следячее положение. Боль пронзила ее, будто легион кинжалов. Только так она могла не позволить себе расплакаться. Сквозь единственное шестиугольное окошко на потолке внутрь поступал свет предрассветных огней нижнего улья. Пройдя через его зернистый столб, она подошла к стулу и раскопала свое пальто. Отыскала пригоршню стимуляторов, разжевала их, поморщившись от меловой безвкусности, а затем встала перед ростовым зеркалом и оглядела свое обнаженное тело, исполняя ежедневный ритуал. Ее конечности были худощавыми, мускулистыми, но без излишеств. Бледная, молочно-бледная кожа отражала свет. Она была высокой, около шести футов ростом. Глядевший в ответ льдисто-голубой глаз, он глядел бодрее и энергичнее, чем она себя чувствовала. Ее физическое и душевное состояние, точнее, отражал второй глаз, пожелтевший и налитый кровью. Серебристо-серые волосы, выбритые на висках и поставленные коротким гребнем посредине, обрамляли суровое, нанеслое лицо. И все же оно казалось ей незнакомым, как будто из грязного стекла на нее смотрел кто-то чужой. Понятным выглядели только шрамы, и они по большей части не менялись, они пересекали тело, словно застежки молнии наискось, перечеркивая его полосами навсегда обесцвеченной плоти, вызвавшими у нее на лице гримасцу легкого отвращения. Потянуть, и она раскроется, все теплое, влажное и красное вывалится изнутри, от тела останется пустая, обвисшая оболочка, разобранная, подумала она, видя пальцами по линиям нанесенных в ярости шрамы. После туннеля прошел тридцать один день. К императору милосердной прошептала она и отвела взгляд, потянувшись за своей блузой. Маргравия заверла, наполовину развернувшись и задержав руку на полпути. Перед ней, в свете из потолочного окошка, стояла зловещая фигура, и на мгновение она задумалась, может быть, кость и впрямь холодила, не из-за залившего кожу лихорадочного пота, а по милости призрака от фигуры пахло кровью и маслом. Она выступала из тени, плавным, но синкопическим движением. Мелькнул клинок, лезвие которого блеснуло на свету серебром. На нее глядело лицо, застывшее в ухмылке, взияющих в палых глазницах слабо светились красные глаза. Маргравия опустила пистолет, который выхватила с портупеей, и судорожно выдохнула. Оцепенелое лицо сморщилось, приняв насупившийся вид. «Мама, тебе надо что-то надеть, простудишься до смерти». Маргравия схватила свою блузу. «Чего тебе, Хэл?» Кристо трудился в рабочих ямах мягро всю жизнь. Он был патронщиком, причем хорошим. Его гильзы и боеприпасы имели коэффициент приемки 93%. Фактуруми было не так много рабочих, кто достигал 93%. Он гордился профессией. Пусть она и была изнурительной, по большей части неблагодарной. Эффективность выполнения работы приносила и некоторые плоды. Еда чуть лучше, возможность выбирать линию. Не слишком много, но желудок оказывается набит плотнее, а кожа была прохладнее на максимальном удалении от плавильных печей, располагавшихся под производственным этажом. А еще это вызывало зависть. У некоторых коллег по работе труд в ямах был суровым и бесконечным, что укрепляло тела и озлобляло умы. Обычно эту злову приберегали для смотрителей, которые усмиряли даже малейший намек на возмущение при помощи хвоста или болевой дубинки, не переставая при этом проповедовать о чистоте тяжкой работы и омовении честным потом во имя императора. Когда предоставлялась возможность направить бессмысленную ярость не на неприкасаемых блюстителей воли императора в его военные машины, ей пользовались довязкие чувства безнадежности, выплескивали куда могли, перенося свое страдание на других. Кристо доводилось слышать угрозы шепотом ловить ожесточенные взгляды, направленные в сторону свою. Он не верил, что они перейдут к делу поначалу. Рабочая яма была плотно, как птицефабрика, набита человеческими телами, дружно покачивающимися, будто метро дно. Рабочих было так много, что держать под присмотром весь трудовой состав не представлялось возможным. Однако никто не поднял бы руку на другого из опасения быть наказанным. По крайней мере, в рабочих ямах. Впрочем, к главной яме примыкали помещения, и там было менее многолюдно. Несколько рефакторий отдавали возможность принять пищу, а помывочный блок служил также камерой обеззараживания. Там на него и напали, сверкая с зазубренными металлическими заточками в тусклом, в свете умывальной. Трое мужчин, ни одного из которых Кристо не знал по имени. Хотя и совпало не знакомыми лицами. Стычка была короткой, жестокой, голой и покрытой коркой грубого порошка, служившего чистящим средством, он перебил их всех. Кристо был не из маленьких, он обладал габаритами и мускулатурой, которые нападавшим не удалось компенсировать численным перевесом. Все произошло быстро и почти бесшумно. Кристо получил с пол дюжины порезов, из которых в зернистые стеры истоки с клокотанием уходившие в сливную шахту текла красная кровь. Один из троих нападавших сработал перелом шеи, второму вошла внутрь черепа лонзившаяся под подбородок заточка, а у третьего глаза были выдавлены так, что сквозь сильно развороченные глазницы можно было увидеть содержимое головы. Кристо быстро оделся, отдравил моречную кабину и по одному перетаскал тела к печи. Единственными свидетелями содеянного были топоглядящие безразличные сервитеры. Он никогда не говорил о случившемся, поскольку это означало навлечь на себя строгую кару. Людей никто не хватил за их пропажу, если и заметили, списали на высокую убыль кадров в рабочей яме. Наказанием за убийство являлась лоботомия, а Кристо не хотелось оказаться среди полуживых автоматонов, на глазах которых он сжигал три трупа. Одно дело убить во имя императора, но другое убивать тех, кто обязался исполнять для него священную службу. Обо всем этом Кристо думал, обжидая под карнизом. У него на поясе был пристегнут нож, что в кулаке он сжимал пригоршню стеклянных гильз и знал, что ему придется убивать снова. Он стоял в тени ломанной дуги и старый мост между ульями, железоделок и торговым районом под названием Феллхоуп. Знавал он и лучшим времена. Отбитшалый и годный, только под сносом выгибался, будто сломанный человеческий позвоночник. Две трети своей протяженности и он кончался обрывом, уходившим в глубокий овраг, где с тех пор лежали массивные куски феррикрита и перекрученная металлическая арматура, оставшаяся после облала. Выйдя из-под прикрытия моста, Кристо начал спускаться во враг, направляясь к кольцу далеких огней. Приблизившись, он разглядел дюжину горячих бочек, составленных неплотным кругом. Вокруг очерченной пламенем границы собиралась толпа хохочащих и улюлюкавших фигур, одетых в грубую кожу и украденные из фактурма комбинезоны. Толпа была возбуждена до иступления, накачана наркотиками и дешевым самогоном. Большинство было при оружии. Кристо видел тубинки, костыли с грузовой и железной дороги, клинки и, впрочем, никаких пушек. Толпа перемещалась, толкаясь, пекаясь и перелавиваясь. При этом в ней возникали просветы. Каждый раз удавалось мельком увидеть, что находилось дальше, внутри круга. Двое женщин из городских гладиаторов, кожи и боевые раскраски. Руки обмотаны бинтами для лучшего хвата. Одна с торчащими вверх, шипами огня на рыжих волос, держала кусок разорванной цепи. Другая пригибалась за крышкой от бочки, используя ее в качестве импровизированного щита. С одной стороны ее голова была выбрита, а с другой отрощенные волосы фиолетовой волной закрывали половину лица. Обе уже получили рассечение, но у обладательницы цепи была сильнее жажда убийства. Она скинула руку, чтобы нанести противнице удар. И Кристос ног, как следует ее разглядеть. Тогда-то он и перешел на бег.